Даже при минимальной ставке с Алимбет ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок, больше бонусов. Бонус-клуб Алимбет. Алимбет. Максимум от игры. Вадим Олегович, на ваш взгляд, на сколько счет по игре, на сколько он отражает соотношение сил? Первый момент. Есть ли у вас вопросы по судейству? Это вопрос... Ну, судейство я не собираюсь обсуждать. Это раз мы все люди, поэтому тут можем. И мы ошибаться, и любой другой игрок, и человек. Поэтому я еще раз говорю, судей мы не обсуждаем. То, что касается игры, но с нашей стороны мы постарались. По крайней мере, первый тайм нам удавалось, когда мы играли всегда вперед, за спину, и меньше. Практически не играли поперек, и оказывали давление. И игра, она, в принципе, у нас получалась. И столько моментов, столько прострелов им создавали. Поэтому в этом плане было приятно смотреть на команду. Но что не понравилось во втором тайме, видимо, не донесли впервые. Потому что думали, что так же будет продолжаться. Но соперник чуть-чуть перестроился. И, можно сказать, стал играть в нашу игру. То есть делали длинную передачу. Мы его дергались. Я имею в виду, хотели отбирать мяч у ворот соперника. На Дзюбу, а тот сбрасывал, и быстро атаки. Но, опять же, мы пропустили первый мяч. Угловой подавал соперник отскок. Подобрали, там пробили, там добили. Второй мяч, опять же, штрафной. Из центральной зоны нам без сопротивления бьют. Поэтому мы не доработали в этих компонентах. Ну, а там быстрые атаки, это конек локомотивов, которые они грамотно пользуются. И это их стихия для быстрых игроков. Когда мы позволяем сопернику играть на их лучших сторонах. Следующий раз, пускай у микрофона, пожалуйста. Вадим Валентинович, что вам нужно поменять? Какие настройки команды, может быть, в какой-то линии, чтобы как-то упорядочить игру в обороне? Прежде всего. Ну, вы же видели у нас, какая линия обороны сегодня. Поэтому, я имею в виду, с концовкой чемпионата, если там была команда, которая уже сыгранная была, то сейчас у нас, может так сказать, каждую игру где-то, или кто-то не играет. То есть сыгранности, как таковой, нет где-то с этим. Но, я футболистам сказал в раздевалке одно, но тут я вам скажу то, что, значит, я не донес, я, значит, не так объяснил, то есть, наш тренерский штаб. Надо спрашивать, в первую очередь, себя. Но футбол состоит из ошибок. Вот мы на данный момент их совершаем больше, чем соперники. Поэтому и такие результаты мы в каждой игре забиваем. Значит, не хватает нам надежности. Следующий вопрос. Добрый вечер. Михаил Павлович Лактилонов сказал, что Морозова сегодня не играл по тактическим соображениям, и, возможно, аренду факел не отдадут. В трех матчах пропущено 9 мячей. Насколько невосполнима проблема Морозова, и трансферное окно еще не закрыто, позиция в обороне рассматривается на усиление или за счет сыгранности? Мы играем тем, кто у нас есть, поэтому, если будет усиление, оно, значит, будет, вы узнаете. Мы на сегодняшний день у нас подписан игрок, то есть, ему делают рабочую визу на край. Это раз, второй, наш спортивный отдел занимается, ищет, все понимает. Но, опять же, не надо перекладывать со здорового на больное. Мы должны, если мы играем, у нас кто есть в команде, мы теми играем, значит, надо выжимать из этих игроков надежность, в первую очередь, в обороне. И мы, я соглашусь, то, что ненадежно играем, но, прежде всего, это будет сказано футболистам. Я не хочу не переходить, опять же, повторяться, не хочу на какие-то личности. Я принимаю решение, значит, я с тренерским штабом не донес правильные вещи, чтобы не было ошибок, не было таких проблем. Это только в тренировочном процессе надо исправлять, надо требовать. Только так другого, как бы, мы не видим выхода из такой ситуации. Мы же не можем сегодня 4 пропустить, там, 4-5 забить. Мы довольны то, что вот мы взяли из системы того же локомотива Богомаева. Вышел уверенно и очень-очень понравилось, значит, будем давать ему больше времени себя проявить, так же, как и другим игрокам, которые мало. Особенно в Кубке, в Кубке мы постараемся добиваться результата и постараемся, чтобы много-много игроков принимало участие из-за бойма, но, естественно, результат тоже будет иметь значение. Вадим Дмитриевич, Юрий Козлов, по-моему, это правда. Пост-фактум, в раздевалке не думали о том, что можно было бы, может быть, даже количеством сыграть по началу второго тайма надежнее в обороне, чтобы потом уже, так сказать, раскататься в команде. Вот это первый вопрос. А второй, хорватский новичок, как сейчас, скоро он подойдет к команде, рабочая виза, как оформляется, как процесс отойдет, скоро она ее оформит или, трудно сказать? Я только что ответил на этот вопрос, то, что занимается, рабочая виза. Когда дадут, значит, она тут окажется. Нет, это не от меня зависит. Если к первому вопросу, вот статистика там есть, то есть команда «Факел» 16 ударов нанесла, владение мячом больше у «Факела», чем у «Локомотив». Но там 12 ударов «Локомотив» нанес 4 в ствол. Крайне мере, то, что у меня, счет 4-1. То есть каждый удар, да, гол. Нам даже не дали проявить Белина у себя. Поэтому желание команды, оно понятно. И хочется набирать очки, хочется побеждать. Но надо баланс найти как футболистам, так и нам, чтобы не было такого, что только в атаку или только в оборону. В нашей ситуации уже играешь, если с упором на оборону, вы говорите, что вы играете в обороне. Сейчас пытаемся играть больше вперед. Говорите, надо играть чуть-чуть от обороны. Поэтому это нормальное и болельщиков требования, и специалистов. Но вот нам хотелось бы, чтобы, во-первых, меньше пропускали, это раз. А это вот к предыдущему моему высказанию. Это только в тренировочном процессе. И, естественно, требования еще раз требуют. А не так, что сегодня я ошибся, но ничего страшного. Завтра выйду играть. Очень обидное поражение. Потому что по первому тайму казалось, что Факи очень хорошо играет. По первому тайму выдавал лучшие в сезоне. В каком сезоне мы только две игры сыграли в сезоне. Ну, я не имею в виду чемпионаты. Два игры чемпионата и одна кубка. Еще 20 игр, 25 впереди, может быть, и 30. Поэтому... Андрей Свяков, Вадим Владимирович, я насчитал, по-моему, 5. Вы, может, мне поправите стопроцентных эпизодов у воротов-локомотивов. Вот вопрос такой, вот когда так сильно везет, как потом настроить футболистов, есть после этой сложности? Или это так, матч прошел, забыли, и в следующем вы вышли, и уже не промахнулось? Это проблема, не проблема. Смотреть, как раз команда и проявляется в этих вот ситуациях. Не когда все хорошо, а когда вот плохо. Вот если мы команда, мы факел, все, мы должны это перебороть, в первую очередь, и выйти из этого положения все вместе. Не искать кого-то виноватого. Одного, двух, мы вместе. Вместе и проигрывать должны, вместе и выигрывать. Но, опять же скажу, тяжело, когда такие игры бывают. Но надо, значит, наработать над завершением. Но есть плюсы, есть плюсы, но больше и минусов. Больше минусов, то, что мы дали локомотиву сыграть, особенно второй тайм. То, что им хочется. И, в принципе, команда подобрана. Быструю атаку. Игроки, которые разбираются и один в один, и на пространстве. И за счет этого добивалась и добивается успех. Поэтому они не прощают ошибки. Мы вот на себе это почувствовали. Просто надо, надо понимать, что тут мелочей, например, лиги нет.